Дом культуры версия 2.0. В Иванове торжественно открыли новое образовательное пространство для детей и подростков. Каких-то пару лет назад это был ДК Меланжевого комбината. Здание требовало ремонта, долгое время пустовало. В 2017 году было принято решение о перезагрузке Дома культуры. Выделены средства на ремонт. 28 миллионов рублей из областного бюджета и 10 из городского. Проделана колоссальная работа. Если говорить о тех трудностях, с которыми столкнулись люди, которые занимались строительством, как подрядчики, так и заказчики в лице нашего центра дополнительного образования, то, конечно, это ветхость самого здания. Пришлось значительно укреплять и фундаменты, и сами стены дополнительными балками. То есть произошло удорожание работ, но это произошло именно для того, чтобы соблюсти требования по безопасности. А во всем остальном наблюдалась, наоборот, экономия и удалось уложиться в запланированные средства. 1 апреля современный центр социальной активности впервые открыл двери для посетителей уже под новым именем – притяжение. Каждая площадка центра уникальна. Здесь все ориентировано на развитие детей, расширение их кругозора, полет фантазии. Причем занятие по душе найдется для ребят от дошкольного возраста до подросткового. Это будет направление детского предпринимательства, когда будет действующий предприниматель, аспирант Ивановского государственного университета, с ними заниматься разработкой бизнес-планов, тех идей, которые есть в головах у ребят, которые они могут воплотить в жизнь в виде собственного небольшого, хоть, но бизнеса. Это будут направления довольно классические, то есть это направление изобразительного искусства, работы с бумагой и так далее. Это будут физкультурные направления, но это не классический бег или легкая атлетика или баскетбол, это танцевальная фитнес-аэробика, которая может быть интересна для всех. Те, кто считают, что дома культуры пережитки советского прошлого со сценой, бархатным занавесом и такими же зрительскими креслами ошибаются, притяжение разрушает эти стереотипы. В этом ультрасовременном образовательном пространстве даже интерьер помогает мыслить объемно и творчески. Мы впервые в нашем городе использовали систему интерактивного пола, интерактивной стены. Это место, куда ребенок может прийти и просто в свободной форме, не используя никаких дополнительных предметов, а используя только свое собственное тело, попробовать и двигательные активности, и интеллектуальные активности и так далее. Что касается оборудования такого даже, наверное, не технического, а мебельного, но оно здесь тоже в некоторых местах есть уникальное. То есть мы сделали такой амфитеатр, который можно собрать и разобрать в случае необходимости, чтобы оказаться вместо кабинета учебного в небольшом кинотеатре. Да, и вот эти вот соты забавные, очень мягкие и тактильные в стене, в которые ребенок может забраться, они для этого предназначены, тоже были придуманы для того, чтобы среда была комфортной, и вот предметы были такие очень приятные, да, и к которым хотелось бы притягиваться. Притяжение – один из первых, но не последний подобный объект. Город продолжит двигаться в этом направлении, создавая совершенно новые, уникальные площадки для интересного времяпрепровождения горожан. Это формат будущего, и люди все устали уже проводить время, там какие-то тусклые выходные, там в торговых центрах, где, в принципе, ограниченный объем занятий для всей семьи, и поэтому такие дома культуры мы планируем развивать и далее, и следующим для нас этапом важнейшим будет кинотеатр «Современник». Это следующий пункт на повестке. А новый досуговый центр в районе Меланжевого комбината уже открыл запись на занятия и начал притягивать под свою крышу талантливых ребят со всего города. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.